В Красноярске впервые состоялся ипотечный форум, где собрались все участники этого рынка, начиная от банкиров и заканчивая риэлторами, чтобы решить уже давно наболевшие вопросы. Сейчас рынок ипотечного кредитования в России развивается очень динамично. Тем не менее, специалисты уверены, что если не решить ряд проблем, ипотека как инструмент станет неэффективной и непопулярной. Приглашенные на форум специалисты говорят, что количество ипотечных сделок растет из года в год и уже удалось достичь докризисных показателей. Хотя ставки постепенно ползут вверх, у ипотечных брокеров в целом оптимистичные взгляды. Рынок постепенно будет развиваться. Иступление России в ВТО никоим образом его не пошатнет. Все необходимые меры уже приняты. Мы вступаем с ограничений. Мы не разрешили иностранным банкам приходить сюда напрямую, открывать здесь свои представительства и действовать напрямую. Мы заставляем по-прежнему, и мы обговорили это в качестве условий нашего вступления в ВТО, что мы по-прежнему будем настаивать, чтобы любой иностранный банк открывал здесь свой полноценный филиал, действующий по российскому законодательству. Однако есть и эксперты, которые считают, что ипотека в том виде, в каком она существует сейчас, проживет недолго. Известный экономист Михаил Хазин, который предсказал кризис 2008-го, уверен, что в ближайшем будущем изменятся базовые ипотечные принципы. Интервью, которое транслировалось сегодня на форуме, он подчеркнул, через пару лет ипотека станет неинтересной большинству россиян, а объемы сделок начнут резко падать, если государство не вмешается. Интересна будет ипотека на дешевое жилье по очень низким ставкам. А в этой ипотеке не заинтересованы банки, те, кто строит элитное жилье. Но в этой ипотеке вполне себе заинтересованы строители, которые привыкли строить массы жилья, потому что они будут брать свое за счет объемов. В этом заинтересованы государства. Вместе с тем, в ближайшие год-два, я думаю, что государство еще эту тему освоить не сможет. Еще один важный вопрос, который обсуждался на форуме – взаимодействие между риэлторскими агентствами и банками. Не секрет, что оформление ипотеки не всегда заканчивается покупкой жилья. Виной тому финансовый просчет. Людям зачастую не хватает банковских денег для приобретения квартиры. Чтобы увеличить количество успешных сделок, специалисты предлагают банкирам и риэлторам поработать вместе. Прежде всего, не только проводить обучение наших сотрудников, сотрудников риэлторских компаний, но и стажироваться менеджером банков наших риэлторских структур. Для того, чтобы менеджер банка четко понимал ход проведения сделки. Как она проходит, какие нюансы, какие проблемы, на что обратить внимание и так далее. По статистике, сейчас ипотекой пользуется не больше 5% россиян. Для остальных она пока недоступна. Сейчас в Красноярске, как и во многих городах, дефицит жилья, поэтому стоимость квартир завышена. По подсчетам специалистов, чтобы решить проблему, у нас необходимо вводить до 3 миллионов квадратных метров ежегодно. Для сравнения, в Красноярске строят чуть больше миллиона. Все специалисты сходятся во мнении, что необходимо снижение ипотечных ставок. Тем не менее, на практике осуществить это очень сложно, потому что необходимо волевое политическое решение. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. А если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Олег Голубин. Афонтово новости.